Чувство просто дальше некуда. И вот заметь, человек, который об этом пишет, он в абсолютной концепции Бога находится, и причем даже не догадывается, насколько глубоко эта концепция сидит и насколько ее уже, как говорится, края, вот эти все оболочки, захлопнулась, то есть уплотнилась. Что значит Бог смотрит на себя твоими глазами? Как это так и Бог, и твои глаза? Во-первых, тело человека, органы чувств, они принадлежат ипостаси отсутствия, то есть ипостаси сна, сна Бога. Когда вот есть, я говорю, человек в дневном состоянии и человек в ночном состоянии. Да, человек объединяет оба эти состояния, но они разные, и ты не можешь провести параллели и сказать, вот то, что я сделал в ночном сне, поможет мне в дневное время, когда я бодрствую. Если человек инструмент, то тогда это просто действительно надругательство над самим Богом и надругательство, естественно, над человеком, который в принципе и есть Бог, только находится в состоянии забвения собственной божественности. И неведение об этом и порождает вот такую иллюзию, такое искажение, как вот в данной цитате, в данном посте. Человек не является никаким инструментом, потому что тогда получается, что есть некий Бог, который дергает за веревочки, за ниточки и что-то делает. И тогда это просто вот это называется маппет-шоу, вот, знаешь, такие марионеточки. Разве это не кощунство, вот так воспринимать божественность? Человек и есть это божественное, просто все зависит от того, где он в моменте, он внутри своей личности, значит, он выключен. Мало того, что он находится в состоянии забвения, он находится в состоянии неведения, в состоянии сна внутри сна. Элементарный пример, который вот сразу бросается даже в глаза, вот последняя фраза. Не мешай ему, пожалуйста. Вот ты можешь утром встать и сказать, не мешай мне. Кому ты это скажешь? Вот к кому ты это обращаешься внутри себя? Кто тебе должен не мешать? Каким образом появился Бог и человек? Это есть два. Есть вот эта формула, скрытый ключ, подсказка, которую я часто тоже упоминаю в постах. Я и Отец мой одно. Да, Евангелие от Иоанна. Я и Отец мой одно. Не два. Если взять один палец и посмотреть на него, то вот это является одним. Тут нету двух пальцев, которые выглядят как один. А изначально одно. И этот палец, он не делится на две части. С одной стороны Бог, а с другой стороны человек. С одной стороны Отец, с другой стороны Сын. Любые поступки, которые творит обусловленная личность, вернее, творит человек обусловленный своей личностью, так более правильно звучит, более корректно, это не есть Бог. Это есть состояние забвений и неведения о своем забвении. Это как состояние аффекта. Когда человек берет, убивает, а потом говорит, ой, я не помню, как я это сделал. Пока человек не уловит, что внутри него есть вот эта концептуальная ипостась, то, что называется личность, сотканная из концепции, сотканная из идей, сотканная из обусловленности, менталом и потребностью иметь эту обусловленность, человек априори спит без права на пробуждение. То есть это тотальная, плотная спящесть. У Бога нет ушей, у Бога нет глаз, у Бога нет тела. Не нужно проводить знак равенства, делать тождественным тело и Бога. Так думает личность. То есть это называется персонификация. Это как все равно, что, я еще раз говорю, у Д'Артаньяна спросить, например, про жизнь Дюма. Ну это глупо, это абсурдно, это печально, ну это абсолютно неадекватно. Ну не спрашивает у персонажа про автора. Нельзя путать Божий Дар с яичницей, ну грубо говоря, ну нельзя. Но здесь я понимаю, что в фантастической литературе или эзотерической литературе да, есть много подсказок, есть очень, есть намеки на прозрение, есть то, что может привести к этому обнаружению, но только с собой. Но готового вида прозрения быть не может. Потому что, еще раз говорю, даже должно быть установлено наблюдение за чтением, за читающим, за самим процессом восприятия прочитанного. Но никак недопустимо находиться внутри чтения, внутри читающего, внутри делающего выводы. У спящего, у человека, который обусловлен всем этим, дистанции нет. лицом к лицу лица не увидать. Большое видится на расстоянии. Должно произойти выхлопывание из этой обусловности, то есть разотождествление. Без этого никакого пробуждения нет и быть не может. Кто бы, что бы не писал, какой бы информационный источник не заявлял о том, что вот, бог это так, бог это так, пока он не увидел, кто трактует это, как сама трактовка возникает, из чего она состоит, как она функционирует, человек, сколько угодно может говорить о возвышенном, он продолжает спать. Он спящий. Он должен это осознать, он должен стать этим осознанием. И он может стать этим осознанием, только будучи в наблюдении со стороны. Вот еще раз говорю, внутри ты этого почувствовать не можешь, но ты не можешь, будучи в воде, судить о суше. Ну не можешь. Если бы ты априори всегда находился в воде, вот всегда, все твое представление о мире было бы как вода, то есть было бы водой. Должно появиться различие, разница, сравнение. Но как человек может судить о боге, если он находится в состоянии забвения, в состоянии отсутствия, потому что бог это присутствие. То есть куда должен выдвинуться человек? Хотя бы в наблюдении за тем, а что он такое, кто он такой, почему он так мыслит, как возникают мысли, и как формируется мыслительный процесс, и вывод, как появляется мнение, точка зрения, что это такое, а не просто говорить «я думаю», «я уверен». А что такое уверен? Уверен – это та же самая неуверенность, просто под другим, как говорится, углом. А человек пытается бороться с сансарой, называет откуда-то это сансарой, зачем, какая разница, как она называется. Можно назвать карусель, можно назвать сансарой. Но пытаться сбегать от нее, ты никуда сбежать не можешь, правильно? Потому что ты есть это. Это внутри процесс, происходит разотождествление. То есть ты не по факту растягиваешь молнию на костюме своего тела, вылез и куда-то пошел. А это все где-то осталось. А вот смотри, как тонко совершать какие-то противоправные какие-то действия, а потом прийти и задарить церкви и сделать какое-то пожертвование. О, как здорово. Здесь все сплошное кощунство вот в этой цепочке. Сидит такой продажный бог сверху и смотрит, говорит, ну надо же, ну ладно, ну хорошо, ну причастился, ага, свечку поставил, о, еще и подношение. Ну ладно, так и быть, как говорится, просчет пущу. Ну то есть такой циничный, конкретный такой, знаешь, кощунственный бог. Это все результат ментальной обусловленности и неведения об этой обусловленности. И что бы человек не читал, вот что бы он не предпринимал с точки зрения анализа, вывода, каких-то рассуждений, дискуссий, это все равно все ментальная поставь. До тех пор, пока не произойдет разотождествление. А оно начинается только с наблюдения, с рассматривания со стороны, с ощущения собой, что такое это наблюдение, что такое само рассматривание, что такое само наблюдение в том числе. То есть происходит как бы вывертыш, наоборот, внутри себя и собой, посредством себя. Важно то, что если у человека есть зов, есть намерение, он уловит вот в этих подкастах очень много ключей и подсказок. То есть те алгоритмы, которые направят человека, что бы кто бы не говорил, пока человек не станет этим обнаружением в себе и собой, все бесполезно. Если в нем зов есть, то он все равно уловит нечто, которое притянет, которое простимулирует, которое действительно что-то создаст некий такой клик, отклик внутри, и человек сам обнаружит, что он не хочет это слышать как бы походя, просто так вот на абы-кабы, а он действительно захочет вслушиваться и уловить, как это резонирует, почему это резонирует, что это такое в нем, что стало резонансом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Субтитров А.Семкин Субтитров А.Семкин